Текстиль, керамика, стекло, батик, металл и ювелирное искусство – работы, созданные за последние три года. Классика и традиции соседствуют с новыми экспериментальными интерпретациями. В Бресте представлены 38 работ, а 27 авторов – членов секции декоративного искусства и текстиля Белорусского Союза художников, творческая молодежь, студенты со всех регионов Белоруссии. Пятая триена республиканского большого, такого очень интересного, содержательного, я бы сказала, проекта декоративно-прикладного искусства «Декарт-22». И он прошел в 2022 году, его разделили на части и возят по республике. Сейчас вот очередь наша. Мотивы ветвистого леса, густого сплетения ветвей – все это лесная фантасмагория Антонины Гурченковой. Работа выполнена в смешении текстиля и гелиоширования. Уникальная техника, когда при помощи специального аппарата на ткани выстилается узор. Автор работает в области декоративно-прикладного искусства и монументальной декоративной живописи. Сначала у художника возникает какой-то замысел, что-то его вдохновляет. Насчет вот этой работы, я ее назвала «Лесная фантасмагория», вдохновлялась природой, можно сказать, лесными мотивами. Это Беловежская пуща и лес, который находится у нас в Брестском районе, где расположена наша дача. Это район Дамачево, если конкретно. Сначала этому предшествовали зарисовки, этюды живописные, а потом шел процесс уже обобщения именно под декор. В рамках проекта можно ознакомиться не только с общей экспозицией, но и с персональными мини-проектами авторов. Мы очень часто в Брест привозим свои республиканские проекты. И для нас это очень важная часть программы работы Белорусского союза художников, для того, чтобы мы могли показать во всех регионах столичных наших жителей. И не только столичных, потому что если вы пройдетесь по этой выставке, то вы увидите, что здесь есть художники не только из Минска. Здесь есть художники из Гродно, есть художники из Витебска, есть художники, живущие ныне, есть художники уже ушедшие. И для нас это тоже очень принципиально. Заметьте, что эта выставка является частью триеналия декоративно-прикладного искусства. Это значит, что все работы, которые здесь представлены, были созданы за последние три года. Познакомиться с экспонатами республиканского выставочного проекта триеналия декоративно-прикладного искусства Декарт-22 можно до 30 апреля.